Какое приложение придет на смену Инстаграму? В любом случае, крупные блогеры сейчас получат заказы на рекламу от социальной сети, и они перейдут туда. Когда вышел первый учебник географии? Отдел рукописей и редких книг Казанского университета хранит в своих стенах Атлас. Всем привет! В эфире Универ Ньюз, а в студии Элина Шепелева. Согласно приказу Минобранауки, с 22 марта Дмитрий Таюрский становится исполняющим обязанности ректора Казанского федерального университета. Напомним, ранее его должность звучала как временный исполняющий обязанности ректора. С Эльшатом Гафуровым, ранее занимавшим должность ректора университета, трудовой договор расторгнут с 21 марта 2022 года. Импортозамещение продолжается. На смену заблокированному Инстаграм в апреле будет запущен отечественный аналог. Насколько эта идея удачна в глазах российских пользователей? Узнаете в следующем сюжете. Наработки по соцсети. Они были у нас давно, просто сейчас они стали особенно актуальны. Поэтому мы решили как можно скорее доработать продукт и запустить его. От Инстаграма мы прежде всего будем отличаться по дизайну. Но самое главное отличие будет в способах монетизации, которые лишились сейчас блогеры и малый бизнес. У нас будет возможность выкладывать платный контент, функция краудфандинга для коллективного сбора средств на свои проекты и идеи, а также реферальная программа, чтобы пользователи могли приглашать других в соцсети и получать за это вознаграждение. Надо посмотреть, что есть в качестве альтернативы. И начались поиски того, что может так или иначе прийти на смену без потери качества и того функционала социального общения и взаимодействия, к которому привыкли многие люди. Рус-грамм, с моей точки зрения, это одна из попыток чего-то быстро на коленке состряпать. Казанский режиссер Альберт Закиров, основная аудитория которого находится в Инстаграм, выразил свое отношение к изменениям в социальных сетях. Блогер поделился информацией о том, что планирует реализовывать себя в новом пространстве. Также Альберт отметил, что блокировка Инстаграм унесла с собой немалую часть заказов. За день до этого ко мне обратились три клиента, которые хотели как раз таки получить, отснять контент. Вот, и на следующий день, то есть они сказали, что похоже, Инстаграм все, вот, и эти клиенты тоже ушли. Вообще нужно как можно больше площадок сейчас активировать, это и Яндекс.Дзен, и Одноклассники, возможно, и есть еще какой-то там Ярус какой-то. Я там тоже зарегистрировался, но пока там какие-то проблемы, похоже, с самим приложением. Разработчики отечественной платформы Александр Зобов и Кирилл Филимонов уверяют, одним из важнейших инструментов площадки станет монетизация. Но готовы ли предприниматели и блогеры переходить в новую социальную сеть? Еще один блогер, который столкнулся не просто с блокировкой социальной сети, но и с ограничением платформы для заработка и реализации своей деятельности, Камила Исакова высказала свою позицию на этот счет. В любом случае крупные блогеры сейчас получат заказы на рекламу этой социальной сети и они перейдут туда. И вслед за ними перейдет их лояльная аудитория. Живые подписчики, не накрученные, которые начнут тоже осваивать эту социальную сеть и будут, в принципе, подтягивать туда своих знакомых и прочего. Но есть блогеры, которые просто принципиально не хотят уходить с Инстаграма и считают, что замены Инстаграма нет и не будет. С уходом зарубежных социальных сетей отечественные интернет-платформы стремительно набирают обороты, а устоявшиеся компании стали проводить перезапуск своих сервисов. Основатели ранее упомянутой Росграм уточняют, что социальная сеть сохранит все функции Инстаграм и позволит пользователям перенести свои данные со старого аккаунта. Также стало известно, что российская технологическая компания VK Group решила перезапустить сервисы для обмена сообщениями ICQ и корпоративный мессенджер MyTeams. Седунова Людмила, Фарид Захид Оглы, Универньюз. Глава Министерства науки и высшего образования Российской Федерации Валерий Фольков встретился сегодня с ректорами российских вузов. Встреча прошла в очном формате на площадке ведомства в Москве. Мероприятие также приняло участие в РИО ректора Казанского федерального университета Дмитрий Таюрский. В ходе совещания обсуждались вопросы, касающиеся работы университетов в новых условиях. В частности, речь шла об организации учебного процесса в постменный мини-период, содействии российским иностранным студентам международной деятельности вузов. Также в рамках рабочего визита Дмитрия Таюрского в Москву Казанский федеральный университет выступил с инициативой об увеличении часов преподавания истории Отечества на непрофильных специальностях в вузах. Инициатива в РИО ректора КФУ Дмитрия Таюрского и отделения Российского исторического общества в Республике Татарстан была озвучена председателем правления Константином Могилевским на первом заседании экспертного совета по развитию исторического образования при Биноборнауке России. 43 студента КФУ отмечены стипендии правительства России. Стипендия правительства РФ на второй семестр 2021-2022 учебного года назначается с 1 февраля по 31 августа в ежемесячном размере 5000 рублей. В прямом эфире Универ ТВ продолжаются трансляции спортивных событий чемпионатов АССК. Соревнования многих видов спорта уже завершились и были определены победители. В ближайшее время зрителям остается наблюдать и поддерживать сборные по мужскому и женскому мини-футболу, соревнования которых нам еще только предстоят. Напомним, трансляции вы можете посмотреть в социальных сетях нашего телеканала. Когда вышел первый учебник географии? И какие материалы на эту тему хранятся в отделе рукописи и редких книг КФУ? Смотрите в нашем сюжете. Первый учебник географии был издан еще во времена правления Петра I и назывался «География или краткое земного круга описания». География – одна из древнейших наук. Как самостоятельная область научных знаний, география появилась задолго до нашей эры. Обобщил этот опыт выдающийся географ Клавдий Птолемей в I веке н.э. Расцвет западной географической традиции приходится на эпоху Возрождения, который отмечается переосмыслением достижений эпохи позднего эллинизма и значительными достижениями в картографии, которые принято связывать с именем Герхарда Меркатора. Меркатор наиболее известен как автор картографической проекции, носящей его же имя. Он впервые применил эту равноугольную цилиндрическую проекцию при составлении навигационной карты мира на 18 листах. В настоящее время она применяется для составления морских навигационных и аэронавигационных карт. Особенную популярность география получила в эпоху великих географических открытий, когда были открыты Африка, часть Азии, Южная и Северная Америка, Австралия, а также существенно продвинулась вперед такая область географии, как картография. 10 марта 1710 года, то есть 312 лет назад, вышел в свет первый печатный учебник по географии на русском языке. Предположительно, он был переведен с голландского языка. Учебник представлял собой издание форматом 10 на 15 сантиметров и состоял из 106 страниц текста, 21 страницы таблиц и двухстраничного реестра. В книге были описаны земные круги – экватор, полюса, тропики, арктический и антарктический. В нем также давалось представление о градусах широты и долготы, были перечислены политические устройства и естественные богатства недр и земель Европы, а также описаны некоторые страны и народы Азии, Африки, Америки и Австралии. Отдел рукописей и редких книг Казанского университета хранит в своих стенах «Атлас», выпущенный в Санкт-Петербурге в 1743 году. Стоит упомянуть, что это первый полный «Атлас» Российской империи. Азия в учебнике географии или краткое земного круга описания сравнивается с раем. Первозданный человек Адам был в ней сотворен, говорится в этом учебнике. Что же касается территориальной целостности, то Азия описывается как поделенная на шесть частей. Первая из них под властью великих царей московских, вторая – под игом держанства турецкого, третья часть – пустынных степей, покрытых селением бесчисленных калмыцких, татарских и прочих вхущих живущих народов, четвертая часть – под правлением сильного хана китайского, пятая часть – индийская, переисполненная богатством великим, и шестая – принадлежащая Шаху Персидскому. Амир Ахтямов, Амир Юлдашев, Универньюс. На этом все. В студии была Элина Шепелева. Сюжеты из выпуска ты можешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова